На сцене столичного театра драмы имени Горького поставили бессмертное произведение Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Режиссёром-постановщиком выступил Рача Махатаев, известный уже по таким спектаклям, как «Гроза» и «Гоголь Петербург». Сюжет пьесы оставили неизменным. Помещица Любовь Раневская, растратившая всё состояние в Париже, возвращается в родовое имение, главное достоинство которого – «Вишневый сад». Имение разорено, за долги выставлено на аукцион. Бывшие дворовые семьи, ныне купец-миллионщик Ермолай Лопахин, предлагают продать сад по частям дачникам, чтобы сохранить имение. Но для Раневской лишится дома и сада, как лишится счастливых воспоминаний детства и юности. «Мы приступили год назад к репетициям. И нам было важно именно этим спектаклям войти в новое здание. И поэтому выбирался материал, который будет созвучен этой теме обретения дома. Не только обретению дома, но и обретению новой жизни. И так далее. Целый комплекс взаимосвязей между обретением нового здания и темой «Вишневого сада». В пьесе раскрываются проблемы упадка дворянской культуры, последствия отмены крепостного права, вторжения прогрессивного мышления новых людей. Но исторический конфликт развивается в бытийную проблему мелочности человека и смехотворности жизни. Поэтому режиссер сохранил чеховское жанровое определение «Вишневого сада» как комедии. Персонажи смешны в своих мелких бесполезных действиях и пустых разговорах. В Миланском театре Ла Скала прошел показ спектакля «Питер Граймс». Это опера в трех действиях одного из крупнейших английских композиторов 20 века Бенджамина Бриттена. Автор либретто Монте Гюслеттер взял за основу поэму Джорджа Крэба «Городок». Действие происходит в рыбачьем городке на восточном побережье Англии около 1810 года. Рыбак Питер Граймс виноват лишь в том, что он отличается от всех прочих обитателей местечка. Это человек взрывного темперамента, мечтающий о справедливости, жаждущий лучшей доли и наделенный даром понимать поэзию. В этой опере Бенджамину Бриттену удалось передать мрачную напряженную атмосферу сельской Англии. В Национальном музее состоялся первый конгресс музейных работников Казахстана. Участники обсудили достижения, опыт и результаты современного музейного дела, а также совершенствование научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности музеев. Организаторы провели несколько крупных мероприятий. Это Международная научно-практическая конференция «Наследие Узбека Лежа Небекова и музейное дело», семинар для реставраторов и творческая встреча к 20-летию журнала «Медини Мура». В стенах Национального музея открылась и выставка, посвященная наследию Узбека Лежа Небекова. Она ознакомит посетителей с книгами, трудами и личными вещами известного государственного деятеля и этнографа. Экспонаты к этой мемориальной выставке привезли из Туркестана, из фондов государственного историко-культурного заповедника музея «Азрет Султан». Здесь представлены уникальные предметы, в том числе и письменный стол Узбека Лежа Небекова. Все эти экспонаты дают посетителям понять значимость этой исторической фигуры. Узбек Лежа Небеков внес большой вклад в развитие национальной культуры и родного языка. Его усилиями был возрожден праздник Наурос. Одной из крупнейших заслуг казахского деятеля было возвращение священного тайказана из Эрмитажа в мавзолей Ахмета Исауи. Благодаря Женебекову были отреставрированы уникальные памятники Великой Степи, мавзолей Ходжа Ахмета Исауи, памятники Отрара, Жаркенская мечеть, мавзолеи Таджике, Аку-Юг, Карахана, Айшабиби, Бабаджа-Хатун, а также был создан Национальный музей музыкальных инструментов. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 8 ноября областная филармония имени Ахана Серы в Петропавловске проведет концерт Оркестра казахских народных инструментов. 8 ноября во Дворце культуры имени Истая состоится концерт камерного хора Павлодарской областной филармонии имени Байзакова. 8 ноября на сцене Национального театра драмы имени Уэзова пройдет постановка Аршенмал Алан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова